Нет, помотерял. Алло, дай вам. Я же не просто так стал Прохорову помогать. Я практически всех кандидатов знаю лично. В настоящее время страной управляет юрист. Юрист не из лучших, не из первой сотни. Юрист такой уже достаточно пожилой. Между тем, Прохоров на 15 лет моложе. Один из лучших русских экономистов-международников. Совершенно внятной, понятной программой. И самое сильное, что у него в программе. Там все пункты исполняемые. Но я же Мишу знаю лично. Он обычный русский мужик. Очень сильный, очень удачливый. Такая большая личная мощность. И в чем я могу действительно с легким сердцем поручиться. Он не трус, не врун. Он порядочный человек. И точно никогда не станет воровать. И никому не даст. Он это уже демонстрировал. Он собирает вокруг себя очень сильную команду. Где каждый специалист в своей отрасли. Прохоров сделал Норильский никель одним из лучших российских предприятий. И там были самые высокие в России зарплаты. Именно за то, что поднял Норильский никель, получил орден. Он есть Решникель, который никто что-то не подбирает. Не хочет, не нашлось никого инвесторов. Он вентиляторный завод в Артемовске. Да сколько таких заводов по России, которые просто рухнули. Прохоров рискнул, у него получилось. Другим-то кто мешал. Все, за что берется, у него получается. Он действительно сильный, удачливый мужик. Он русский человек. Понимаешь, ну назрели уже перемены. Ну так жить нельзя больше. Ну нельзя жить, когда разворовывается большая часть национальных богатств. Очень узкий круг людей захватил власть. Выстроил мощнейшую вертикаль. Ну и когда национальные богатства просто разворовываются. Если первые лица богатеют всерьез, находясь у власти, они даже не могут требовать от остальных. Не питайте никто иллюзий. С этой властью уже не получится ничего. И лучше не будет. У этой власти только одна задача. Оставаться у власти любым способом. Мы это видим каждый день. Им безразлично, что говорят. Им безразлично, что делают. У них одна задача. Оставаться у власти. Все знают просто из спорта. Если спортсмен сильный, если ему никто не дышит в спину, он не побежит. А куда ему торопиться? Все время должны поджимать молодые. Все время люди должны стремиться, чтобы те, кто у власти, каждую минуту, каждую секунду чувствовали конкуренцию. И они должны просто чувствовать, что им дышат в затылок. И как только они перестают работать, есть люди, которые придут им на смену. А им так понравилось на галерах. Им так замечательно на галерах. И куда они? Они вообще никуда с галер не хотят уходить никогда. Я же говорю, только мямбаши получается. Поэтому я за Прохорова. Я хочу, чтобы у Михаила был шанс, чтобы он его использовал и показал вообще, на что он способен. И я думаю, что у него получится. Чего это? Один из лучших русских экономистов. И, в общем-то, показал, что умеет работать. И что умеет вести себя достойно в разных ситуациях. И умеет не бояться. И умеет не врать. Вот, в общем-то, все, что хотел сказать. Там насчет конкуренции ситуация очень простая. Все страны, которые были ниже нас по уровню, они начали уходить вперед. То, что Китай просто оторвался уже там на несколько десятилетий вперед. Бразилия уходит вперед. Все страны окружающие уходят вперед. Несмотря на то, что мы занимаем первые места там по добыче полезных ископаемых. По запасам полезных ископаемых. Мало того, мы еще и вымираем. Если вести разумную политику, сейчас не надо на оборонку, на военные нужды вкладывать сумасшедшие деньги. Не надо вваливать, сейчас надо вваливать деньги в здравоохранение, в образование. Мы сейчас можем совершить рывок. У нас реально благоприятная конъюнктура. Впервые на Россию никто не нападает. Впервые нефть стоит на таком уровне. Мы обладаем огромными запасами полезных ископаемых. Мы можем сейчас уйти вперед по-настоящему. Для этого надо вкладываться в здравоохранение. Надо вкладываться в образование, в инфраструктуру. Просто надо работать. И то, что Прохоров говорит, он совершенно четко понимает ситуацию. Если мы сейчас не сделаем, мы отстанем уже навсегда. Вот и все. А эта власть не сделает никогда. У них другие задачи. У них задача просто оставаться у власти. Просто же понятно.